По мнению многих, международный криптоарбитраж на сегодняшний день либо умер полностью, либо находится в максимально шатком полумертвом состоянии. Но на самом деле это не совсем так. В этом видео речь пойдет про то, как работать и зарабатывать десятки, а то и сотни тысяч рублей на международном арбитраже через Турцию. И нет, мы никаким образом не будем использовать сервис для отправки денег за границу под названием «Золотая корона», про работу которой уже рассказывал Саня Харчевников в одном из своих недавних роликов. Сегодня будет более простая и более профитная связка, которую сможет провернуть большее количество из вас. А сейчас сразу приступаем к связке, но сначала небольшое, но очень важное пояснение для новичков. Напомню всем вам, что суть работы через Турцию, Узбекистан или Казахстан заключается, как правило, в том, что мы ищем способ выслать рублей за границу. Там мы обналичиваем рублей уже в доллары, либо в местную валюту, меняем в оффлайн обменники на USDT, а за USDT через криптобиржу, в свою очередь, покупаем рубли, которые придут на нашу карту по более высокому курсу, нежели курс, по которому произошла конвертация наших высланных рублей в доллары. Суть связки из сегодняшнего видео строится по тому же принципу, но с другим инструментом пересылки рублей за границу. Что же мы делаем? Мы берем карту Тинькофф или Сбербанка и высылаем ее в Турцию нашему доверенному лицу, либо сами едем с этой картой в Турцию. На эту карту мы делаем перевод условно 1 миллион рублей. Наше доверенное лицо с картой, на которую пришел перевод, идет в банкомат и там обналичивает 1 миллион рублей. Но деньги уже получают в турецких лирах, а не в долларах или в рублях. А далее связка проста до ужаса. Лиры нужно отнести в оффлайн криптообменник и там обменять на USDT, который мы, в свою очередь, продадим за рубли на Сбербанк или Тинькофф, с которого начинался наш круг. Давайте прямо сейчас посчитаем актуальный спред по этой связке. Первым делом мы должны зайти на официальный сайт платежного средства МИР и посмотреть актуальный курс обмен рублей на лиры. Я сейчас нахожусь уже на этом сайте. Ссылочку на этот сайт мы выложим в нашем телеграм-канале P2P, поэтому переходите в описание под видео, подписывайтесь на канал и там будет ссылочка на этот сайт, где вы в реальном времени сможете смотреть за обменным курсом рублей на лиры. Конкретно на данный момент 1 турецкая лира стоит 3,4 тысячи 97 десятитысячных. Соответственно, давайте на примере 1 миллиона рублей посчитаем, сколько у нас получилось бы зафиксировать, пройдя целый круг и какой спред вообще, в принципе, на данный момент. Представим то, что у нас есть 1 миллион рублей. Мы при снятии этого 1 миллиона рублей в Турции получим лиры. И получим лиры по вот этому курсу, который указан на официальном сайте платежного средства МИР. Поэтому давайте 1 миллион разделим на это число и мы получаем на выходе 293 тысячи 280 лир. Это то количество лир, которое выдаст нам банкомат при снятии 1 миллиона рублей в Турции. После этого мы эти лиры должны отнести в оффлайн криптообменник и поменять на USDT. Оффлайн криптообменники вы можете найти в Турции. Их очень много. Мы сейчас для простоты и удобства будем ориентироваться на курс Binance. Но чуть-чуть, скажем так, сделав его менее выгодным. Потому что, как правило, криптообменники будут вам давать курс чуть-чуть похуже. На данный момент мы видим курс 18,5 и 18,48. Но давайте посчитаем, например, по курсу 18,34. То есть наша задача нашей лиры разделить на 18,34 и мы получим точное количество USDT, которое мы получим после обмена. Делим на 18,34 и получаем 15,991 USDT. Это то количество USDT, которое мы получим, обменяв наши лиры в криптооффлайн обменники. Да, это значение может изменяться, конечно же, как в большую сторону, так и в меньшую сторону. В зависимости от того, по какому курсу вы будете обменивать в криптообменники. Но плюс-минус получится такое значение. И после этого мы эти USDT должны обратно продать на карту Тинькова или Сбербанка. Давайте зайдем в Binance и увидим курс 63,90 копеек на данный момент. И умножаем это количество на 63,9. На выходе мы получаем 1,21,845 рублей. То есть 21,845 рублей это наша чистая прибыль целого круга по этой связке. То есть на данный момент спред чуть более 2%. Сразу хочу сказать, что никаких подводных комиссий, трат и так далее у вас не будет. За исключением того, что вы на Binance заплатите 0,1%, если будете продаваться как мейкер. Но мы считали в данном случае продажу как тейкер, то есть по чужому объявлению. И то значение, которое у нас получилось, это наша чистая прибыль с учетом всех издержек, комиссий и так далее, которые могли бы быть по ходу проведения этой связки. Единственное, хотел бы добавить один важный момент. Когда вы будете снимать рубли на лиры, вам сначала будет банк выдавать по своему курсу. И этот курс будет менее выгодный относительно того курса, который указан в официальном источнике платежного средства мира, которым я вам уже рассказывал и по курсу, которого мы считали. Но не стоит пугаться, потому что на следующий день будет перерасчет именно по тому курсу, который указан на официальном сайте платежного средства мира. Сейчас мы прикрепим один скрин сюда. Он был сделан сразу после снятия лир в банкомате в Турции. А вот сюда мы прикрепим скрин через сутки, где уже произошел перерасчет. И вы наглядно увидите то, что сумма, которую у нас списал банк в личном кабинете, она отличается. То есть сначала он списал больше, а потом вернул. В нашем случае возврат был 6 тысяч рублей. То есть мы дополнительно на следующий день получили 6 тысяч рублей. Но при этом сразу после снятия турецких лир мы, по сути, вышли в ноль, потому что банк нам выдал лиры по своему курсу, и курс менее выгодный. И мы остались в нуле. Но на следующий день банк перерасчитал по курсу уже официального сайта МИР. И мы, соответственно, зафиксировали 2% профита. То есть в рублях это для нас 6 тысяч рублей, банк у нас был 300 тысяч. В связке, конечно же, есть свои нюансы, но при этом всем обычно спред держится на уровне ранее упомянутых 2%. А кругов можно делать неисчисляемое множество. Сейчас я вам покажу нашу статистику целого круга по этой связке за пятницу. Я сделал один круг на 300 тысяч рублей и сейчас покажу все расчеты. Наш круг, соответственно, начинался с того, что мы 300 тысяч перевели на карту партнера в Турции. Он пошел и снял эти деньги в банкомате в Стамбуле и получил лиры. Расчет был сначала вот по такому курсу, как вы видите на скрине. А потом курс стал на следующий день таким, как я и говорил. Идет перерасчет, перерасчет в нашу сторону. Сняли мы 299 тысяч 715 рублей и получили в турецком банкомате 87 тысяч лир. Далее эти лиры по курсу 18,47 мы обменяли на USDT TRC20 и получили 4710 USDT. И после этого мы эти USDT продали на Binance и получили на выходе 299 тысяч 300 рублей. То есть, казалось бы, на 700 рублей меньше, чем было изначально. Но это из-за того, что, как я и говорил ранее, курс перерасчета идет только на следующий день. И на следующий день мы получили перерасчет по актуальному курсу мира. И на карте нашей образовалась сумма в размере 6 с небольших тысяч рублей. Давайте сейчас посчитаем, сколько у нас точно на карте получилось. Соответственно, изначально с нас списали в 5 платежей сумму, равную 299 тысяч 715 рублей. Но на следующий день произошел перерасчет. И сейчас мы посчитаем разницу, сколько изначально сняли, сколько на следующий день перерасчитали. И поймем, какую дополнительную прибыль мы зафиксировали с этого перерасчета. После перерасчета у нас получилась сумма 293 тысяч 833 рубля. Давайте вычтем из большего меньше. И получим 5 тысяч 882 рубля. Это сумма перерасчета плюс у нас оставалась на карте 285 рублей, потому что мы сняли не ровно 300 тысяч, а 299 715. То есть добавляем 285 рублей. И плюсом к этому с продажи USDT на Binance мы получили 150, 100 и 49 300. То есть 299 тысяч 300 рублей. Давайте прибавим эту сумму тоже. Итого на выходе у нас получилось 305 тысяч 467 рублей. То есть 5 тысяч 467 рублей это наша чистая прибыль. Почти 2% мы зафиксировали с этого круга, который длился буквально несколько часов. Как вы сами понимаете, я не смогу в этом видео сделать полноценный круг, так как круг занимает очень немало времени. Ведь перерасчет на Тинькофф и Сбер происходит спустя сутки после снятия лир в банкомате. Но представленной вам статистики должно хватить за глаза, чтобы понять суть связки. Круг показать не смогу, но могу показать, как наше доверенное лицо, так называемая приемка из Турции, ходит снимать деньги из банкомата по этой связке. Поехали. Вот такие вот обменники здесь. В принципе, на каждом углу. Немножко посняли здесь денег. Разные банкоматы дают по разному количеству денег. Сейчас пойдем в следующий банкомат. Добрались до первой точки. Так, уже вечерее, только забрали все до офиса. Ну а перед тем, как затронуть все нюансы по этой связке, я бы хотел каждому из вас посоветовать подписаться на телеграм-канал P2P, который был запущен мной и Саней Харчевником. В этом канале мы не только будем делиться апдейтами по выходящим на ютубе материалам о P2P и арбитраже криптовалют, но и также уже прямо сейчас мы выкладываем полезный контент на эту тему, как для самых новичков, так и для более-менее прошаренных ребят. Как искать дропов и правильно работать с их картами. Какие инструменты обязательно использовать в своей работе P2Pшнику. Как открыть карту зарубежного банка. Как легализовать свой доход с сферой P2P. Как правильно делать закуп и продажу монет. Все это и много-много чего еще можно найти в нашем телеграм-канале. А кроме того, на канале мы запустили марафон, где один из сотрудников нашего офиса зарабатывает по публикуемым нами связкам. А мы делимся всеми успехами и неудачами с вами. Перед сотрудником поставлена цель заработать за месяц 100 тысяч рублей. Выйдет или нет, не знаем, но понаблюдать за процессом обязательно нужно. Ну и само собой, я не могу не затронуть интенсив, который стартует уже 10 сентября. Придя на который, вы получите структурированные знания из сферы P2P и арбитража криптовалюты. И сможете уверенно чувствовать себя в этой сфере, ежемесячно зарабатывая хорошие деньги. Кто-то за эти знания просит сотни тысяч рублей, а мы расскажем абсолютно бесплатно. Контент, марафоны и интенсив, все бесплатно. Достаточно просто подписаться на канал P2P по ссылочке из описания к видео и следить за всем материалом, который выходит там. А теперь поговорим обо всех нюансах данной связки. Во-первых, несмотря на то, что в сравнении с классическими связками по работе через Турцию, например, связкой через золотую корону, нам не нужно много дропов. Но все равно необходимо доверенное лицо в Турции, которое сможет входить и обналичивать лиры в банкомате. Во-вторых, в Турции нам нужна банковская карта Тинькофф или Сбербанка. Как раз таки деньги, с которой мы и будем снимать в лирах в банкомате. Доставить карту за границу можно при помощи человека, летящего из вашего города в Турцию, найти которого можно в принципе в самом аэропорту. Конечно же, также никто не мешает самостоятельно слетать в Турцию, чтобы отвезти туда карты. Ну или вообще остаться там на некоторое время и не нуждаться в доверенных лицах. В-третьих, по картам российских банков есть лимиты. Например, лимит на снятие наличных за границей для Тинькофф составляет 500 тысяч рублей в месяц. А для того же Сбербер-1 1 миллион рублей, но уже в день, а в месяц 30 миллионов. Другие банки мы не тестировали и не проверяли их лимиты на снятие. Но в любом случае советую отталкиваться именно от этих двух банков. С ними, скорее всего, будет меньше проблем. Ну и в-четвертых, круг по этой связке с учетом перерасчета курса со стороны банка длится около суток. Но никто вам не мешает найти или купить, например, 10 карт Сбербанка и по этой связке прогонять условно 10 миллионов рублей по верхним лимитам и зарабатывать в сутки 2% спреда, то есть 200 тысяч рублей. Для ребят с маленькими банками эта связка тоже является максимально рабочим вариантом, так как даже с банком в 10, 20 или 50 тысяч можно делать несколько кругов в сутки, имея человека в Турции с необходимой вам картой. Возможно, эта международная связка по работе через банкомат имеет положительный спред и в других странах. Например, можно работать через Узбекистан, Казахстан и так далее. Мы случайным образом нашли ее совсем недавно, когда наш партнер в Турции заметил одного русского парнишку в Турции, который постоянно обналичивает карты Сбера. Ну а сейчас эту связку можно активно использовать в повседневной работе, замещая международную связку через золотую корону. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, делиться видео с вашими друзьями и заглядывать в наш полностью бесплатный проект P2P, который находится на просторах Телеграма. А я, как всегда, побежал готовиться к следующему видео. Пока!